Всем привет, с вами Фантом. Мёртвый город это не что-то фантастическое и фантазийное, это то, что существует на самом деле в реальности. Совсем, казалось бы, недавно в этих городах бурлила жизнь, однако долгая судьба уготована была не всем. Почему же происходит так, что люди покидают собственные города? Основные причины известны, это стихийные бедствия и катаклизмы, закрытие стратегических объектов, военные действия, необъяснимые явления или даже простая оплошность. Нет никаких гарантий, что с вашим городом не случится что-то подобное, и он из вашего родного места не превратится в мёртвый город. В город, до которого есть дело только мародёрам и искателям приключений. Сегодня я расскажу вам про 7 заброшенных городов СССР. Поехали! Седьмое место. Финвал. Название было придумано из соображений секретности. В официальной же переписке посёлок называли Петропавловск-Камчатский 54, по номеру почтового отделения. На карту страны он по далее описанным причинам не попал. Посёлок строился с определённой целью и имел стратегическое значение. В случае нападения на эти земли Финвал принял бы на себя основной удар, защитив на время Петропавловск-Камчатский. Посёлок возвели очень быстро, помимо жилых домов построили всё необходимое для военного городка. Казармы, штаб, камбуз, гаражи и ещё много всего. Помимо этого были возведены бомбоубежище, овощи хранилища, вертолётная площадка, школа, детский сад и магазин. Защищали посёлок две зенитные батареи. В 1971 году в посёлке проживало около 2000 человек. Также был построен ещё один многоэтажный дом и большая школа. После распада Советского Союза недолго осталось и Финвалу. Гарнизон попал под сокращение и в 1996 году было принято решение о срочном вывозе имущества базы на новое место. Отопление и электричество в посёлке отключили и жить там стало невозможной. Шестое место. Кадыгчан. Посёлок городского типа в Магаданской области, у которого даже название знаковое. В переводе с венского языка Кадыгчан означает «Долина смерти». Население по данным на 1986 год – 10 270 человек. По переписи 2002 года – 875 жителей. Построили посёлок после того, как геологи в 43-м году обнаружили на глубине 400 метров уголь очень высокого качества. В итоге в посёлке работала Аркогалинская ТЭЦ и снабжала энергией две трети Магаданской области. Население начало сильно сокращаться после взрыва на шахте в 1996 году. Через несколько лет произошло размораживание единственной местной котельной, после чего в посёлке жить стало просто невозможно. К этому времени в городе проживало около 400 человек, которые отказывались уезжать, несмотря на то, что уже несколько лет не было никакой инфраструктуры. В 2003 году Кадыгчан официально был объявлен неперспективным и началось переселение жителей. По сообщению одного из бывших кадыгчанцев, посёлок закрыли по указанию сверху. Так он и стал очередным городом-призраком. Пятое место. Чернобыль-2 Находится на северо-западе от города Чернобыль. Однако его невозможно найти ни на одной топографической карте. Осуществование этого городка стало известно только после развала СССР и аварии на Чернобыльской АЭС. В 70-х годах прошлого столетия военными были созданы уникальные радиолокационные системы. Системы, которые позволяли отслеживать пуски баллистических ракет с территории вероятного противника. Созданный радар был назван за горизонтной радиолокационной станцией. ЗГРЛС. Станция эта требовала большого человеческого ресурса. Около тысячи военных несли постоянное дежурство на объекте. Для военных и их семей был построен небольшой городок с всего лишь одной улицей. Несмотря на некоторые функциональные ограничения, в 82-м году установка была принята в опытную эксплуатацию. С началом эксплуатации комплексов возникли дополнительные проблемы. Оказывается, часть диапазона рабочих частот радиолокационных систем совпадали с системами гражданской авиации и рыболовного флота европейских стран. СССР получил официальное обращение от западных стран о том, что созданные системы существенно влияют на безопасность авиации и морского судоходства. СССР пошел на уступки и прекратил использовать рабочие частоты. Сразу же перед конструкторами была поставлена задача по устранению недостатков работы радара. Учеными и конструкторами задача была решена, и после модернизации в 85-м году система начала проходить государственную приемку. Но, к сожалению, после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году ЗГРЛС была снята с боевого дежурства, а оборудование было законсервировано. Военное и гражданское население было эвакуировано из зоны радиоактивного заражения. Когда руководством и военными СССР были осознаны масштабы экологической катастрофы, было принято решение о вывозе ценного оборудования и систем в город Комсомольск. Так, уникальный объект, обеспечивавший космический щит советского государства, перестал функционировать, а город был забыт и заброшен. Четвертое место. Курша-2 Город был построен вскоре после революции как рабочий поселок в Рязанской области для освоения огромных запасов леса. Поселок находился в самом центре огромного соснового массива. Лето 1936 года было очень жарким и ветреным. Возник пожар, и подгоняемый сильными южными ветрами огонь стал быстро продвигаться на север, превращаясь из низового пожара в верховой, самый опасный. Ночью со 2 на 3 августа в Куршу-2 прибыл поезд из пустых сцепов. Бригада поезда знала о пожаре и предложила вывести хотя бы женщины-детей. Все мужчины уже были в лесу на огнезащитных работах, но диспетчер приказал следовать в тупик для погрузки скопившихся бревен, дабы, по его словам, не пропадать народному добру. Эта работа затянулась надолго, почти до подхода пламени. Поезд в Куршу-2 прибыл, но прибыл уже подгоняемый лесным пожаром, и достаточно поздно. Драгоценное время было безвозвратно потеряно. Никто и не пытался спасти больше людей и сбросить бревна со сцепов. Людей сажали куда только можно, на паровоз, на сцепки, на бревна. Места хватило не всем. Уезжавший поезд провожали обезумевшими от страха и горя глаза сотен людей. Спасшимся людям казалось, что самое страшное позади. Однако, когда поезд подошел к мосту через небольшой канал через 3 километра, оказалось, что деревянный мост уже сгорел. Спасения не было, поезд загорелся. Люди с сильнейшими ожогами умирали и задыхались от дыма. Выжило немногим более 20 человек. Часть отсиделась в пруду поселка Курша-2, а часть сумела спастись из остановившегося поезда каким-то чудом. Люди пробежали сквозь фронт огня и выжили на небольшом безлесном участке. В трагедии 3 августа 1936 года погибло примерно 1200 человек. Мещерскую трагедию приказали забыть, ведь шел 1936 год. В литературе и музейных данных практически нет информации о событиях того страшного лета. В наше время на территории поселка существует лишь зарастающая лесом поляна с развалинами, а на одной из окраин поляны большая братская могила, в которой похоронены жертвы всеми забытой трагедии. Третье место. Нефтегорск. Задумывался как вахтовый поселок Нефтяников. В городе было 4 детских сада и одна школа, в которой 25 мая 1995 года прозвенел последний школьный звонок. Многие из выпускников собрались отметить события в местном кафе. После полуночи потолок кафе обрушился на бывших школьников. Погибло 19 человек, а вместе с ними более 2000 жителей города. В Нефтегорске произошло сильнейшее землетрясение силой в 10 баллов. Несмотря на то, что 95-й год был годом небывалой сейсмической активности в Тихом океане, землетрясения в Нефтегорске не ждал никто. Сейсмологи ожидали толчки на Камчатке, на Дальнем Востоке. Однако север Сахалина, где и находится Нефтегорск, традиционно считался зоной небольшой сейсмической активности. Толчки силой от 5 до 7 баллов ощущались в ближайших поселках. Однако самый сильный толчок пришелся на Нефтегорск, ведь город был расположен всего лишь в 30 километрах от эпицентра землетрясения. Всего один толчок и некогда красивые и ухоженные дома превратились в руины. Впоследствии писали, что с вертолета была видна многокилометровая трещина, словно земля лопнула. Очевидцы рассказывали, что не все дома рухнули сразу, и некоторые даже успели выпрыгнуть из окон своих домов. Но падающие бетонные плиты накрывали их уже на земле. Большинство нефтегорцев погибло в собственных квартирах, там, где и находится большинство людей в час ночи. Но еще большая трагедия случилась после землетрясения. Те, кто выжил, оказались заживо погребенными в некогда своих домах, в кромешной темноте и полностью без движения. Помощь оказавшимся под завалами пришла быстро. Уже через 17 часов в городе работало 1500 человек и 300 единиц техники. Техники для спасения людей, а также животные. Собаки нашли немало людей под завалами. Устраивались часы тишины, когда технику выключали во всем городе. Воцарялась мертвенная тишина, в которой можно было услышать чей-то стон, стук или чье-то дыхание. Но были и мародеры. Они не только копались в остатках домов с целью найти какие-то ценности, но и отрезали пальцы с кольцами у живых людей, заваленных плитами. Некоторых из них ловили на месте преступления с отрубленными пальцами в карманах. Выжившие люди получили материальную помощь и новое жилье. А их дети возможность учиться в любом вузе страны бесплатно. В Нефтегорске же теперь безжизненные руины. Второе место. Малога. Город при впадении реки Малога в Волгу. Находился в 32 километрах от Рыбинска на территории Ярославской области. Был отстроен в конце 12 века. Население составляло 5000 человек в начале 20 века. В городе располагались 6 соборов и церквей, 9 учебных заведений, а также заводы и фабрики. В сентябре 1935 года было принято постановление СССР о строительстве Русского моря, Рыбинского гидроузла. Если перефразировать, это означало затопление огромных территорий суши, вместе с расположенными на ней поселениями. Данными поселениями являлись 700 деревень и город Малога. На момент ликвидации город жил полноценной жизнью. Когда город стали разорять, жителям даже не объяснили, что происходит и что с ними будет дальше. Для работы пригнали заключенных, которые работали без отдыха, ломали город и строили гидроузел. Условия труда были нечеловеческие, зэки умирали сотнями. Конечно, никто их не хоронил, а просто складировали в общую яму на будущем морском дне. В этом хаосе и кошмаре жителям было приказано срочно собираться. Брать только самые необходимые вещи и отправляться на переселение. И тут началось самое страшное. 294 жителя отказались эвакуироваться и остались в своих домах. Строители знали это, но все равно начали затопление. Остальные же были вывезены насильно. Спустя некоторое время поползли слухи о массовых самоубийствах среди бывших жителей. Они целыми семьями и по одному приходили топиться к только что отстроенному водохранилищу. Новости об этом дошли до Москвы, где приняли решение оставшихся малакжан выселить на север страны. А город же вычеркнуть из списка когда-либо существовавших. Тем, кто упоминал этот город, а особенно как место своего рождения, грозил арест и тюрьма. Город пытались превратить в миф. Прямо как в антиутопии, однако это было в реальности. Но никто не забыл, да и город напоминает о себе. Малога поднимается из воды два раза в год из-за колебаний уровня водохранилища. Она обнажает останки домов, улиц и кладбищ с надгробиями. Первое место. Припять. Является самым молодым и, пожалуй, одним из самых известных и обсуждаемых городов-призраков. 1970 год считается началом строительства. В 1972 году город получил название в честь реки, на которой был построен. А в 1979 Припять приобрела статус города. В середине 80-х годов в городе проживало около 48 тысяч человек. Город стремительно рос и развивался. Сюда даже привозили иностранные делегации, дабы показать, как хорошо живет советский народ. Казалось, все только начиналось. Но город не смог продолжить свою так красиво начавшуюся историю. 26 апреля 1986 года произошел взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Реактор был полностью разрушен и в окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 миллионов гектар земли. Вокруг АЭС была создана 30-километровая зона отчуждения. Были уничтожены и захоронены сотни населенных пунктов. При этом в первые дни правительство не хотело оглашать и признавать аварию. Жители города даже не знали, что произошло и вместо эвакуации они просто бегали поглазеть на пожар. Огромной ошибкой было молчать об аварии. Ведь из-за этого было потеряно драгоценное время. После эвакуации мародерами было похищено все, что только было возможно. Многие думали, что уезжают на пару недель. В связи с чем оставили своих животных, которых потом массово отстреливали. Голодные, сбившиеся в стае собаки представляли опасность. К тому же иначе они были бы обречены на медленную и тяжелую смерть от лучевой болезни. Ежегодно до нескольких тысяч человек приезжают в Припять. Среди них и бывшие жители и участники последствий ликвидации аварии. Они приезжают сюда встретиться с друзьями и коллегами. И помянуть тех, с кем уже никогда не увидятся. На этом наш топ из семи мертвых городов СССР подходит к концу. И хочу сказать вам лишь одно. Прогуливаясь по собственному городу, остановитесь на миг в любимом парке или переулке. Запомните это место таким, какое оно есть сейчас. И задумайтесь над тем, что в скором времени все это может превратиться в заброшенные руины. На этом у меня все. С вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!